Глушение с ударом То есть мы глушим струны И одновременно делаем удар Который позволяет нам звучать как перкуссия То есть создается ощущение, что гитара играет с ансамблем В этом аккомпанементе я сразу делаю щепок всех струн четырех Затем вот так глушу То есть у меня получается ладонь и пальцы Резко ложатся на струны Создавая вот такой щелчок Затем играю две одновременно струны Потом бас Снова две одновременно струны Глушение с щелчком И снова две струны Медленно Это будет вот так выглядеть и быстрее При этом у нас рука очень свободна в кисти То есть когда мы делаем щелчок Рука у нас свободная и хлесткая Эту фишку можно применять где угодно Но конкретно этот аккомпанемент Он больше подходит для басановы, латино, самбо Получается в итоге не советы и рекомендации от меня в этом видео А просто тупая рекламная интеграция За этим идите на мой канал Но тут уж правда Биты, щелчки, вся перкуссионная история Это мой профиль На моем канале полно об этом Но я в последнее время Мне нравится делать такое упражнение Левой рукой я просто заряжаю на тэппинг Вот такое Просто метроном в левой руке А правой рукой я делаю бит Из простых элементов Можно просто бочка И ногтями я делаю Или можно пальцами, если ногтей нету По обечайке И иногда еще так легко ногтями касаюсь деки И получается что-то типа Такое медитативное упражнение Единственное, что левой рукой, когда вы делаете тэппинг Струну с этой стороны Глушите указательным или средним пальцем Или какие у вас там еще Останутся свободные Чтобы не было этого звука Ну, говоря про фингерстайл Здесь полно всяких фишечек И имитация бочки И имитация барабанов И имитация хай-хета Всяких шуршаний там Возможности акустического инструмента большие Флажолеты тоже много техник Искусственные, натуральные Тэповые, слэповые Я могу показать, который мне нравится Один из видов флажолета Не знаю, может быть вы не встречали до этого Многие из вас Это вот такой Вот в моих ранних видео на канале Я в заставках начальных Использовал такую тему Ну, такой небольшой рифчик Вот в конце этот как раз флажолет такой Я не знаю даже, как он правильно называется Но я ставлю палец плашмя На 12 лад И вот этим пальцем Пальцем А он называется правильно Просто провожу вниз по струнам Прикольно То есть мы одновременно несколько нот можем таким образом взять Это то же самое, что в принципе натуральные флажолеты Только натуральные флажолеты Они чаще исполняются левой рукой А дергаются правой А тут все делается правой рукой То есть это позволяет нам более мобильным быть на грифе левой рукой И можно это использовать с разными аккордами Что касается фишек так называемых гитарных Я не считаю тут себя специалистом Потому что фишки, как правило, я не использую Не знаю, наверное, потому что играю в мелодическом стиле Для меня гораздо важнее выразительно провести мелодическую линию Пропеть ее на гитаре И вот эти вот все перкуссионные приемы Они мне лично будут мешать Всегда что-то за счет чего-то Либо ты ритмическую сторону копаешь И тогда теряешь, например, напевность, выразительность мелодии Можно, конечно, совместить при должном мастерстве Но пока у меня... Ну, я не вижу для себя в этом необходимости А, что я еще хотел сказать Что это все, конечно, хорошо Но перед тем, как осваивать какие-то фишки Какие-то чпоки, бзыки, стуки Лучше освоить сначала базовую технику Причем освоить ее на достаточно хорошем уровне Потому что большинство задач можно решить и базовой техникой Пианисту, например, не нужно стучать по роялю Для того, чтобы что-то выразить Ему хватает просто клавиш Гитарист то же самое Я не говорю, что фишки не нужны Нужны, но как приправа к чему-то Не как основное То есть это дополнение к основной музыкальной мысли Если это украшает Если это уместно То, конечно же, это стоит освоить Но не первым порядком По моему мнению А вот после освоения базовой техники Я к чему говорю Это потому что начинающие гитаристы Они почему-то вначале пытаются научиться стучать Что-то, какие-то сложные приемы делать Не освоив просто базовых навыков Базового звукоизвлечения Не разобравшись с ритмом Вот С ритмической стороной То есть осваивайте Показывать я ничего не буду Так как специалисты есть в этом деле Более авторитетные Привет, друзья Прежде чем поделиться с вами фишкой от меня Хочу предупредить вас Что биты, щелчки, фишки И прочая перкуссионная магия Это скорее украшения И вспомогательные элементы вашей игры Очень часто вижу, как ребята Начинающие уделяют внимание Какой-то сложной фишке И забывают про самое главное Про музыку, про мелодию Поэтому сначала разберитесь с вашей игрой Освоите инструмент на хорошем, уверенном уровне А уже после этого добавляйте в свою игру Какие-то сложности, украшения и прочие перкуссионные дела И тогда все будет звучать очень правильно И очень адекватно Ну и также, друзья С разрешением авторов хочу пригласить вас на свой канал Потому что я как раз-таки там специализируюсь На добавлении в свою игру перкуссионных элементов Имитации барабанной партии на гитаре Поэтому уверен, что вы найдете там для себя очень много полезного Ну а сейчас переходим к обещанной фишке Друзья, аудитория этого канала Скорее всего начинающие гитаристы Или начинающие гитаристы в прошлом Поэтому каждый из нас проходил через игру аккордами и боем И скорее всего вы знаете, что такое бой восьмерка Пожалуй, самый распространенный бой Самый часто встречающийся Вот так он звучит Сейчас я вам расскажу, как с помощью двух перкуссионных элементов Сделать ваш бой более качевым Давайте послушаем, что за бой Я его называю бой хип-хоп восьмерка Итак, друзья, чтобы достичь вот такого звучания Нам понадобится всего три элемента Это непосредственно сам бой восьмерка Схему вы видите внизу И два перкуссионных элемента Первый из них это имитация бас-бочки Вот такой вот звук Выполняется он вот этой частью вашего запястья Вот здесь у вас есть косточка Будьте внимательны, прощупайте ее Найдите И ударяем мы вот в эту часть гитары Вот здесь вот по деке Будьте внимательны, движение это Не от плеча, не от предплечья, не от локтя А всего лишь за счет изгиба запястья Вот такое вот короткое расслабленное движение Ну и не переборщите, чтобы не сделать трещину в вашей деке Очень легко и расслабленно Просто вот имитация такого глухого удара Второй элемент называется выброс Это более сложный технический элемент Я его называю выброс Почему так? Потому что он состоит из двух элементов Это щелчок по басовым струнам Имитация малого барабана И второй Это удар по нижним струнам За счет того, что мы вот таким образом выбрасываем пальцы Именно по этому выбросу То есть одновременно делаем два элемента Щелчок плюс удар Можно средним, можно указательным Можно несколькими пальцами По нижним струнам Получается вот такое вот движение Также, друзья, на канале На своем очень много рассказываю об этом приеме Если не получается сразу То переходите и, пожалуйста, обучайтесь Отработайте хорошенько вот эти два движения Особенно выброс И после этого давайте посмотрим Как эти элементы можно интегрировать в наш бой восьмерка Итак, на схеме обозначаются наши приемы следующим образом Бас-бочка обозначается кружочком А выброс обозначается стрелочкой вниз Непосредственно удар вниз Плюс сверху стоит крестик Он символизирует щелчок Итак, давайте разберем первую часть Удар вниз Дальше бочка И выброс Раньше у вас было просто два удара вниз в вашей восьмерке А теперь мы между вот этими двумя ударами вниз Добавили бас-бочку И плюс еще сделали щелчок на второй удар вниз Далее играем два удара вверх Следующий удар вниз заменяем бас-бочкой Просто бас-бочку И следующий удар вниз будет снова с выбросом со щелчком Вот что получается И коротко в конце играем вниз-вверх Оставшиеся здесь ничего не меняются Вот такая получилась у нас история Также, если с этим вы справились Можно между первым и вторым ударами Добавить, скажем, не одну бочку А две Или даже три И вот таким интересным способом украсить свой, казалось бы, банальный бой восьмерка Друзья, пользуйтесь этой фишкой Не забывайте, что все-таки в первую очередь важна музыка А уже дальше фишки приема украшения Всем желаю успехов До скорых встреч Так, перкуссия, конечно, не специалист Но люблю такой прием Когда бьете веером Низинец безымянный, средний, указательный Вот здесь по деке Потом ударяете большим пальцем И потом всеми ударяете здесь Можно играть с боем его И так далее Этот прием я частенько использовал в аранжировках своих Итак, интересный прием Который я часто использую в своих аранжировках Это игра с помощью большого и указательных пальцев правой руки Здесь идет что-то наподобие боя То есть большой палец ударяет по басам Ставите, например, аккорд е Ударяете по всем струнам вот таким движением вниз А указательный палец в этот момент ударяет вверх То есть это такой удар вверх Но не кистевой, а за счет пальца Вот такой способ И с помощью этого метода можно играть Любые практически аранжировки С помощью двух пальцев И вообще, в принципе, вот такая техника Она обогащает звук То есть вы уже используете не обычное звукоизлечение Традиционно классическое А удар по струнам Естественно, когда мы ударяем по струнам То гитара звучит звонче, ярче, более качево Поэтому этот прием я советую взять в арсенал То есть мы указательным пальцем ударяем по струне, которая нам нужна То есть вот вторая струна, например, третий лад И далее мы еще доводим до четвертой струны И вот этот прием обогатит вашу игру Одним из самых красивых и необычных гитарных приемов является фажелет Суть его состоит в том, что у звука отсекается основной тон и остается только его гармоники Собственно, поэтому в английском языке этот прием называется harmonics Звук при извлечении таким способом приобретает холодный, завораживающий оттенок Поэтому этот прием очень подходит для добавления новых красок в вашу аранжировку Я уверен, что многие из вас знают, как извлекать натуральные фажелеты Но их возможности элементированы тональностью, в которой написано произведение Поэтому я бы хотел рассказать, как правильно извлекать искусственные фажелеты Для начала нужно помнить, что натуральные фажелеты извлекаются на пятом, седьмом и двенадцатом ладах Но ярче всего фажелет звучит именно на двенадцатом ладу Поэтому для примера мы возьмем именно это расстояние Итак, расстояние между открытой струной и двенадцатым ладом Двенадцать ладов, как бы это парадоксально ни звучало Если мы зажмем первый лад на первой струне То мы должны сохранить расстояние в двенадцатом ладов Чтобы извлечь фажелет Поэтому мы будем извлекать звук уже не на двенадцатом ладу, а на тринадцатом Итак, по аналогии Каждый последующий лад в левой руке Будет смещать нашу правую руку на столько же ступеней Сколько сместилась наша левая рука, чтобы сохранить дистанцию в двенадцатом ладов То есть если я нажимаю второй лад на первой струне То мы будем выкачивать уже на четырнадцатом и так далее Теперь перейдем непосредственно к правильному звукоизвлечению фажелета правой рукой Для этого мы должны приложить слегка указательный палец к струне На которой будем извлекать звук Но не давить на нее Прикладывать надо ровно в том месте, где находится металлический порожек Так как при малейшем смещении фажелет уже не будет звучать Оттягивая струну по классической школе правильным безымянным пальцем, а не средним или большим Как это делает большинство гитаристов А во-первых, звук будет получаться более объемным А во-вторых, это дает нам возможность параллельно сыграть еще два звука Большим и средним пальцем Важно научиться поднимать указательный палец Со струны одновременно с нажатием безымянного пальца Но для этого нужна тренировка Теперь покажу небольшой пример, как можно использовать правильные искусственные фажелеты Играя три звука одновременно Надеюсь, мое видео вам окажется полезным Удачи! Из классных фишек на гитаре я могу показать тамбурин Это такая штука, когда мы отбиваем, получается, по вот этой части Видите, где вот этот нижний порожек, вот этот беленький Только мы бьем не по нему, а чуть выше, вот сюда То есть вот здесь вот Мы бьем большим пальчиком ребром То есть вот этой частью И получается вот такой звук Его можно применять везде, в любой песне То есть даже вот Белый снег Серый лед На растрескавшейся земле Ну, когда вы освоитесь, у вас придет вот этот навык Вы сможете играть им уверенно Как его делать? То есть мы разворачиваем кисть И ударяем ребром большого пальца Вот по этой части Раз, ударили и как будто бы убрали Раз, ударили, убрали Раз, ударили, убрали Как будто бы обжигаетесь Раз, то есть разворот кисти Раз, убрали Раз, убрали Раз, убрали Из второй фишки я бы вам показал вот такое Посмотрите Это когда вы заканчиваете песню Можно отбивать вот такую перкуссию Бьете запястьем, получается, по вот этой части По деке, да? И потом добавляете еще двумя пальчиками Или всеми по обечайке Получается Любую песню также возьмем Вот смотрите На растрескавшейся земле Одеялом лоскутан на ней Город в дорожной петле А над городом плывут То есть в конце самом можно это сделать Раз, ударили сюда И потом сюда еще Ну красиво получается Та-та Та-та Попробуйте тоже Классная фишка Сейчас я продемонстрирую несколько фишек Которые я сам использую в игре Например, первая фишка называется Глиссанда Скольжение Или слайд Обычно перед тем, как я играю какую-то песню Которая начинается с аккорда EM Я могу делать слайд с 12 лада до 1 Если у меня аккорд AM Я, соответственно, играю с 5 струны Как это делается? Мы зажимаем на 12 ладу на 6 струне Играем этот звук И скользим к первому ладу То есть у нас вот в медленном темпе Получается такой эффект скольжения И после того, как мы дошли там до 2-го, там до 3-го лада Мы извлекаем открытую струну То есть получается вот Каскад их звуков То же самое можно сделать от 5-го баса Ну то есть если вы играете песню с аккорда EM Вы можете предварить свою песню вот таким, такой вот фишкой Или там с аккорда AM, например Следующая фишка, про которую я хочу рассказать Это тэппинговые флажолеты Обычно используются на гитаре с металлическими струнами Потому что звучит более эффектно, более ярко, более органично, что ли Суть в том, что если мы хотим, допустим, сыграть на примере аккорда EM Мы зажимаем аккорд EM на втором ладу, пятую и четвертую струну И наша задача, наша задача сыграть подушечкой пальца по порожку То есть если мы играем открытые струны И как правило открытые струны мы играем по 12-му ладу Давайте рассмотрим тэппинговые флажолеты на примере открытых струн На открытых струнах мы, если играем открытые струны, мы 12-й лад Находим 12-й лад и ударяем подушечкой пальца по порожку 12-го лада И у нас получается вот такой эффект Если мы берем аккорд EM, то, соответственно, аккорд EM у нас на втором ладу Мы отсчитываем, значит, представим, что у нас открытые струны это 12-й лад Первый лад это 13-й и второй лад это 14-й лад То есть мы должны сейчас, если сыграть полностью каждую струну, мы играем, значит, 12-й лад Потом на 14-м ладу пятую И на 14-м ладу четвертую И дальше у нас идут открытые струны, то есть 12-й лад Получается вот Если рассмотреть на примере аккорда EM На 12-м ладу мы извлекаем пятую струну, затем у нас смотрим, что у нас, значит, на втором ладу То есть мы отсчитываем два лада и находим вот этот звук на 14-м ладу По порожку, бьем по порожку Подушечкой пальца и после того, как мы ударили, палец отскакивает от струны Еще один прием, который используется, как правило, на гитаре с нейлоновыми струнами Это имитация малого барабана То есть суть очень простая Давайте я сначала покажу, как это все выглядит Мы перекрещиваем басовые струны И уже играем Имитация малого барабана Суть в том, что мы берем шестую, пятую струну Перекрещиваем Вот так вот аккуратненько просто задираем шестую под пятую И зажимаем, ну, к примеру, там на девятом ладу, например, да, я зажал Главное, чтобы шестая была ниже, чем пятая Пятая поднимается вверх Шестая кладется под пятую И мы зажимаем плотно Ну, допустим, средним пальцем я зажимаю И здесь уже у нас получается вот эффект малого барабана Здесь можно уже любой ритм сыграть Любой ритм Либо сыграть вот так вот Ногтем указательного пальца Либо сыграть пальцами Итак, дорогие друзья, следующий вопрос Фишки Моя первая фишка – это крышка Из поддиска Ее мы устанавливаем на гитару Ребрышками вниз И звук сразу Видите, какой Если просто по гитаре стучать А воняет И в чем преимущество В том, что басовые партии Вместе с ней Моя первая фишка Медленно Можно под каждую басовую партию Вместе с бас Басовой нотой Бить перкуссию Также можно бить Вместе с аккордом Если без крышки Будет так звучать А с крышкой И можно экспериментировать Сколько угодно Следующая фишка – это ручка Ее мы натираем Канифолью Как следует Потом Суруем Какую нам надо Струну Субтитры создавал DimaTorzok И вот еще Вместе с аккордами Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как бы не отношу себя к гитаристам Жанра фингер стайл Я наверняка больше классик Но, тем не менее, сегодня покажу интересный ритм в латиноамериканском стиле. Вы его можете слышать в композициях групп, работающих в таком вот ключе, там, фламенко, латиноамериканском каком-то направлении. Ну, в частности, Джипси Кингс. В этом ритме тоже есть шлепок по струнам, так что, может быть, он вам где-то тоже пригодится. Ну, звучит он вот так, как бы я сейчас продемонстрирую на паре аккордов. В этом ритме 8 восьмых. Первые две восьмых играем большим пальцем. Движение вниз, вверх. Потом третью восьмую играет указательный палец. И четвертую восьмую, опять движение вверх, играет большой палец. Вот такое движение. Пятое восьмое, это шлепок по струне. И оставшиеся три восьмых мы играем после вот этого удара по струнам. Это, собственно, три ноты, которые исполняет указательный палец. Движение вверх. Движение вниз и вверх опять. То есть можно отдельно потренировать эти четыре ноты. И собираете весь ритм вместе. Можно очень быстро, да? фишки на гитаре ребят хочу вам показать пару интересных фишек или таких интересных мест где на гитаре можно извлечь необычный звук вот смотрите на при этом прижимаем любой аккорд мы как играем обычно же примерно посерединке над вырезом деки гитары это обычный привычный звук гитары а теперь смотрите если сыграть вот тут где порожек крепятся струнки у нас у нас получится более такой металлический такой специфический призвук вот обычно мне нравится вот заканчивать там песни да там ну например там что-то пел играл и довольно таки интересно а и есть еще одно необычное такое место где можно извлечь на гитаре вот такой специфический звучок это вот тут за нулевым порожком если вы вот так по струнам проведете там пальцами или медиатором тоже такой довольно необычный не характерный для гитары звук ну то есть понятно сыграть песню на этих звуках или еще что делать конечно не получится но это просто вот какая-то фишечка украшения где-то там вы закончили песню там сыграли и ну вот такую фигулингу добавили будет интересно что я могу классненького для гитары показать с басом в руках ну хз в целом наверное не бойтесь играть мало нот без стеснения уверенно понимая что чем нот меньше тем прозрачнее и тем круче и эпичнее будет появление большого количества нот когда вы перейдете к следующей части песни и начнете там колбасить аккордами целыми допустим вместо того чтобы сразу же от начала до конца песни играть вот это вот можно начать с одиначных с одиночных одиночных нот басовых к примеру я но я буду играть в гитарной тесситуре здесь не тут а здесь любые какие-то штуки смены фактуры то было много нот то стало мало нот то стали низкие ноты то стали высокие то и они стали более ритмичные то они стали более мягкие это создает разнообразие и делает музыку выразительные даже если вы не умеете там секс-толями и все такое биты щелчки фишки на гитаре одна фишка которую я придумал лет на 18 когда еще практиковал игру на электрогитаре это свип пальцевый то есть обычно вот какие такие фразы играются ну поочередно пальцами но можно сыграть их практически одним пальцем вот так вот соскальзывая вниз что увеличивает темповые возможности и как даже звучит естественнее что ли для такого набора но удивительно что за историю классической гитары я не встречал таких прецедентов чтобы так играли арпеджио на гитаре безусловно она не универсально потому что в вверх мы уже не сможем таким он таким способом сыграть арпеджио но нисходящее вполне себе очень даже неплохо получается но нужно заметить что такой гитарист как антон баранов уже вовсю говорит про то что свипом можно и нужно играть поэтому я думаю что мы являемся свидетелями зарождения новой гитарной тенденции искусственные флажелеты прием эффектный и не такой сложный прижмем ноту фа это первый лад первой стороны и отсчитаем от нее 12 ладов вверх представим палец к 13 ладу но не прижимаем струну извлекаем звук пальцем а то есть безымянным получается следующий по такому же принципу извлекается любая нота качестве примера хочу вам сыграть фрагмент из своей аранжировки на песню битлз вайл май гитар джэнфли уэпс показать какую-нибудь интересную фишку на гитаре я покажу самую первую фишку которую я увидел на гитаре она мне показалась интересной исполняется на следующем образом большим пальцем правой руки мы оттягиваем подушечкой шестую струну от себя потом ногтем поддеваем пятую струну и разворачиваем палец таким образом чтобы пятая струна оказался выше 6 продолжаем держать палец левой рукой зажимаем на грифе струны таким образом чтобы палец подушечкой пережал место их пересечения теперь вытаскиваем из-под струн палец правой руки и можем щипать получается такой своеобразный этнический бубен такая вот фишка и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok